А вы в курсе, что на предстоящем российском инвестиционном форуме Сочи представят проекты Новой набережной, Зимнего аквапарка и Альпийских горок. Лазаревская готовится к реализации проектов, направленных на развитие потенциала района. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. Ну и прежде чем начать разговор с гостем нашей программы, я предлагаю посмотреть сюжет о развитии инвест-потенциала Лазаревского района. Смотрим. Предложения для инвесторов есть и у местных жителей. К примеру, Рашид Суров занимается в Лазаревке ипотерапией. В поселке Магри врач планирует открыть центр, где по уникальной методике намерен заняться реабилитацией детей-инвалидов. На сегодняшний день земельный участок, на котором Рашид развернул работу, он арендует. С выкупом пока загвоздка. С Челябинска у нас четыре ребенка, с Волгограда у нас семь детей приезжают к нам. С Ростова дети приезжают к нам. Вот уже три года мы занимаемся немного, и массаж, и ипотерапия, и результат очень-очень положительный. Если бы кто-то помог бы нам выкупить или помощь в предоставлении участка, то конечно нам было бы легче намного. Руки у нас есть, мы сами можем работать, мы и огородим, и построим какие-то помещения для занятий и ипотерапии. Проложим дорожки свои, будем на этих дорожках прокатывать детей. Инвестиционную привлекательность в своей деятельности видят и сотрудники тепличного хозяйства Верлиока, что в якорной щели. На трех гектарах закрытого грунта здесь выращивают огурцы. В прошлом году урожай составил 870 тонн. Реализуют овощи только в Сочи. Но в теплицах готовы работать более масштабно, чтобы культивировать и другую плодово-овощную продукцию. К тому же свободные земли у предприятия имеются. А это ни много ни мало 15 гектаров. Чтобы нам вот допустим выращивать томаты, нам нужны шестиметровые теплицы. Мы своими силами как бы не можем этого сделать. И эти теплицы уже и конструкции устаревшие, и перейти от стекла к какому-нибудь другому материалу. Вот для этого нам нужны деньги. И увеличить площадь. Потом построить теплицы чисто для зелени, для клубники, для лимонов. Ну, чтобы хоть как-то по городу какой-то минимальный спрос обеспечить. Инвестиционные проекты нужны городу, в том числе для увеличения доходов в бюджет. Затраты муниципалитета увеличиваются. Город строит школы, детсады. Чтобы восполнить расходы, в городе нужно усилить работу по поиску инвесторов, отмечает мэр. Нам необходимо сделать так, чтобы появились новые рабочие места. Нам необходимо сделать все для того, чтобы появились объекты, которые будут платить налоги и давать прибыль. И, конечно, здесь, Сергей Николаевич, главная задача – это Лазаревский район. Потому что Лазаревский район все эти восемь лет особо не развивался, особо инвестиций не привлекал. Огромный потенциал есть у Дагомыса, у Головинки, у Аше. Земель сколько неэффективно используется. А есть и земли, которые вообще не используются. Поэтому я хотел бы у вас узнать, как вы готовитесь к инвестиционному форуму, который пройдет в феврале 2019 года. И какие проекты мы инвестиционные будем выставлять на форуме, чтобы привлечь инвесторов для развития Лазаревского района. Анатолий Николаевич, ту задачу, которую вы перед нами поздравили, развитие Лазаревского района, мы ее выполняем. И выполняем, я считаю, в настоящее время в полной мере. Мы разработали по северной территории два хороших сквера. Можно расположить здесь кафе, ресторан. Кроме того, у нас есть предложение, Анатолий Николаевич, по северной территории. Это всесезонные альпийские горки. У нас есть эскизные проекты. То есть протяженность этих горок мы территорию отработали. Хаджико территория – это три километра. И Аше территория, горный спуск – это порядка полутора километров. Привлекательность будет очень серьезная. Проектная документация готовится и по зимнему аквапарку. Еще один грандиозный проект – реконструкция набережной Псы-Зуапсы со спорткомплексами, детскими площадками и ресторанами. Кроме того, в Лазаревском готовятся три территории под яхтенные марины. Вы правы, Анатолий Николаевич. Именно с вашей подачи мы и начали в 2018 год развивать именно Лазаревка. Администрация Лазаревского района очень серьезно подошла, потому что они практически проинвентаризировали все свои резервы, все свои мощности района. И я думаю, что в ближайшее время конкретные какие-то проработанные проекты должны быть уже. Я думаю, что вы на правильном пути. Эти все инвестиционные предложения должны быть, в первую очередь, известны жителям города Сочи. Мы очень хотим, чтобы инвесторами стали как раз наши предприниматели. На экономическом форуме мы сможем с министерствами, ведомствами Российской Федерации подписать эти договора, потому что там же многие земли являются собственностью федеральной либо краевой. И как раз вот у нас будут более точечные и более выверенные решения подписания договоров на инвестиционных форумах. Все проекты по развитию Лазаревского района будут презентованы на Российском инвестиционном форуме, который пройдет в Сочи с 15 по 17 февраля. Ну а подробнее о проектах, которые Лазаревский район представит на Российском инвестиционном форуме в Сочи, а также о ремонте дорог, газификации и благоустройстве, мы сегодня поговорим с главой Лазаревского района города Сочи Сергеем Бражниковым. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Рады вас приветствовать в нашей студии. Ну вот благодаря частным инвестициям, реализации проектов, которые Лазаревский район и город Сочи представят на экономическом форуме уже в феврале, насколько возможно вообще повысить за счет этого привлекательность района и среди туристов, и, конечно же, среди жителей? Ну, хочу заметить, что в настоящее время привлекательность Лазаревского района города Сочи очень велика. Конечно, основным локомотивом привлечения туристов в Лазаревский район, это является, конечно, санаторий и городный комплекс. Места размещения в Лазаревском районе. Вот ценовая политика, приемливая для наших отдыхающих, для туристов, для наших граждан. Поэтому действительно район привлекательный. Кроме того, мэром города Анатолия Галаевича Пахома сейчас поставлена задача подготовить материалы на инвестфорум. Это говорит о том, что поставлена задача, что район должен развиваться и в зимний период времени. Хотя эта работа под руководством мэра города идет интенсивно. У нас уже работают такие пансионаты, как Аквалоо, в зимний период времени, горный воздух. Сейчас вопрос решается с пансионатом Прометей на круглогодичный режим перевести этот объект и многие другие. Для этого делается огромная работа мэром города Анатолия Галаевича. Он выезжает практически во все города Российской Федерации, привлекая видеоконференциям руководителей пансионатов и здравниц. И это играет абсолютно большую роль. И люди со всех регионов нашей страны, со всех городов нашей страны едут отдыхать в Лазаревский район. Кроме того, мэром поставлена задача подготовить материалы на инвестфорум. Для района это важно, чтобы перевести ее на круглогодичный режим приема туристов. Кроме того, что у нас есть зоны рекреации, это пешеходные зоны, туристические, каменные забалы, водопады. Это действительно очень красиво. Еще мы выставляем на инвестфорум проекты, предпроектную документацию. Это у нас зимний аквапарк в Лазаревской, в районе улицы Адоевска вдоль побережья. Это у нас строительство марин. Это стоянка для яхт. Это населенный пункт Ашея, Головинка. Это у нас развлекательный парк с атрационами в районе Головинки, тюльпановое дерево. Для нас такое историческое, знаковое место, любимое туристами. Опять же, формирование пляжной территории в населенном пункте Головинка. Кроме того, мы предлагаем на форум саночные спуски, круглогодичные работы. Мы представляем на форум еще форелевое хозяйство в районе поселка Марьино. И ряд еще других предложений, на что уже будут смотреть наши предприниматели, руководители, государство и принимать решения. Будем надеяться, что проекты будут реализованы. Обязательно инвесторы обратят внимание, потому что проекты очень интересные. У нас прекрасная территория, красивая природа. Поэтому я уверен, что найдутся желающие, которые будут вносить инвестиции в строительство этих объектов. Еще один очень интересный проект, в котором Лазаревский район, как и три другие района Сочи, приняли участие в этом году. Это федеральная программа формирования комфортной городской среды. Мы все голосовали за скверы, за общественные территории, которые будут благоустроены. Какие территории это в Лазаревском районе и начались ли там работы, расскажите. Да, работы практически уже завершаются. Под руководством мэра города Анатолия Галановича работа идет. Мы в этом году полностью реконструируем, реформируем сквер Кирова. Сквер Кирова будет предусматривать несколько зон. Детские зоны, зоны отдыха, игровые зоны, шахматная зона, сцены, художественные зоны, спортивные зоны и так далее. Сквер полностью будет переделан, реконструируется. И буквально до 25 числа по поручению мэра мы эти работы должны закончить. Кроме того, мы еще делаем три придомовые территории многоэтажных домов по этой же программе. То же самое до 25 числа. По поручению мэра эти работы будут закончены. Они уже на стадии завершения. Бригада работает, я уверен, люди под контролем населения, под контролем домкомов, управляющих компанией, наших уважаемых бабушек и дедушек. Они вносят ежедневно коррективы. Мы благоустраиваемые переделываем брусчатки, опорные стены, озеленение. Заказали очень красивые сорта деревьев, цветов. Освещение переделываем, ливневки переделываем. То есть придомовые территории будут очень красивые. Кроме того, на следующий год у нас тоже запланировали еще три придомовые территории. И кроме того, мы выставляли на мнение граждан, какую территорию в следующем году мы еще будем делать. И граждане, наши жители Лазаревского района пожелали сделать набережную Псизоапсе. Инвестпроект у нас тоже самое готово уже. То есть здорово, район развивается, растет, благоустраивается. Но благоустроенный любой район и населенный пункт, это, конечно, еще и качественные дороги. В этом году в Сочи прошел большой дорожный ремонт. Коснулся ли он Лазаревского района? Да, уже второй год по поручению мэра города, но я хочу еще сказать предисловие. Когда закончилась Олимпиада, Анатолий Николаевич сказал, вот теперь я буду уделять особое внимание Лазаревскому району. Потому что в Олимпиаду, конечно же, нам досталось поменьше, чем другим районам города. Но я скажу, что жители нашего района осознали данную необходимость и приведение в наш район, не отставая от всех районов города. И мы это сделали. И я вам скажу, что в 2014 оставить, в 2016 году мэр города комиссионно прислал нам первое место. Да, здорово. А все-таки дорожный ремонт какие улицы? Дорожный ремонт, значит, в прошлом году, в этом году порядка на 128 миллионов дорожный ремонт в районе был произведен. Ну, конечно же, не все дороги отремонтированы. Вот сейчас мы по поручению мэра подали еще один список дорог, где необходимо провести ремонт частично до Нового года, чтобы люди в Новый год чувствовали себя комфортно. И капитальные ремонты доделать в некоторых населенных пунктах, в сельских округах. Газификация – это еще один очень острый вопрос. В каких населенных пунктах уже есть голубое топливо? Может быть, какие-то горные аулы? И вот в ближайшие годы, может быть, ждет газификация? Или есть в процентах у вас, может быть, какие-то цифры? Насколько сегодня в целом газифицирован Лазаревский район? Ну, хочу сказать, что, опять же, в этом направлении мэр уделяет особое внимание. И действительно, это так. Вот на сегодняшний день 60% нашего района газифицировано. Сейчас готовится проектная документация, и следующий год она уже будет готова. И, я думаю, монтаж будет. Это поселок Аше, поселок Тихоновка, поселок Маметка, поселок Шхафит уже будут проводить газификацию. Люди активно подключаются к сетям, которые протянут по улице? Конечно. Люди желают иметь газ, поэтому они даже помогают в этом направлении. То есть, полностью все задействованы. В силу своей географии, Лазаревский район, чаще других районов Сочи, страдает от ударов стихии. И последние октябрьские паводки также нанесли урон району. Все ли удалось восстановить? Вообще, какие работы были проведены? Да, я скажу, что под руководством мэра города мы полностью справились с этой стихией. Значит, задействованы были абсолютно все структуры нашего района. Казачество, МЧС, пожарные части, Сочи-спас, Кубань-спас, ЮРПСО. Действительно, стихия нам натворила очень много бед. Ну, благо, у нас не было ни жертв, не было пострадавших, только были подтопления. У нас участвовали в ликвидации волонтеры, полиция. То есть, все-все-все структурные подразделения были задействованы. Кроме того, в этот паводок полностью отрезан был у нас поселок Наджиго. В связи с чем, мэр города Анатолий Николаевич подключил МЧС, вертолет. Мы туда вывезли дизель-генератор для освещения. Там у нас остались из 120 человек 30 еще детей. Поэтому туда вылетали медики, соцработники. Вывозили продукты питания под контролем мэра города. Подключились все абсолютно ремонтные бригады. И за 2, считай, за 2,5 суток мы открыли туда движение. Приехал наш уважаемый Вениамин Иванович, губернатор, который оценил наш труд под руководством мэра города. И сказал, вы молодцы, что так справились. И, конечно, оценка губернатора для нас очень важна. То есть, на сегодня можно сказать, что все последствия стихии уже ликвидированы? Полностью ликвидированы. Мы помогли каждому жителю района, кто пострадал. Мы зачищали каждый двор, каждый дом, придомовую территорию. Убирали сель, вплоть до того, что отсыпали щебенкой во дворах. Асфальтировали дворы и придомовали дворовые территории. И когда губернатор посмотрел, какой уровень воды находился, это четко было видно по уровню отметок на жилых домах. Он сказал, какие вы молодцы. Я еще раз говорю, что для нас эта оценка очень велика. Ну и главное, что, конечно, удалось избежать человеческих жертв за счет того, что вовремя люди все были оповещены о том, что стихия надвигается на район. Да, абсолютно верно. Это самое главное сейчас в настоящее время. И мэр города Анатолий Николаевич провел КЧС, поставил четкие задачи. И мы действительно благодаря этому не допустили жертв, травм и так далее. Еще один очень интересный вопрос. Лазаревка считается одним из самых густонаселенных пунктов. Но, тем не менее, район славился всегда тем, что нет очередей в Лазаревке в детские сады. Что можете сказать сейчас? Ситуация меняется за годами или не меняется? Как я уже сказал перед этим, что Анатолий Николаевич сказал, вот теперь после Олимпиады я уделю особое внимание Лазаревскому району. Вы знаете, он жестко держит свое слово. За этот период времени у нас построено много детских садов, дополнительных корпусов, школ построено. У нас очередей в детский садик нет абсолютно. Есть у нас в школах проблемы, но я вам скажу, проблемы те, что есть еще остались вторые смены. Но для этого, чтобы идти о вторых смен, только за тот и за этот год у нас мэром было построено под руководством губернатора Краснодарского края Венина Миналыча школа в Беранде, школа Совет Кваджи с дополнительными корпусами и детскими садами. Я вам скажу, что если в 2017 году у нас в школах училось 11 800 человек, то в 2018 году эта цифра превысила уже 12 500 детей. То же самое в детских садах. И вот мэр города принимает все усилия для того, чтобы не было очередей и не было вторых смен. Я скажу, это успешно получается. А что касается гостей в зимний сезон, ждете или нет? Потому что Лазаревский район – излюбленное место для отдыха туристов со всей страны. А что касается холодных месяцев? Да, да. Для наших жителей, для наших предпринимателей тоже самое этот период очень важен. О чем я и говорил, что мы стараемся сделать под руководством мэра, для того, чтобы район был круговодичный. И некоторые пансионаты у нас готовы к встрече гостей. Потому как у нас транспортная логистика очень хорошая. Хорошо ходят электрички регулярно. И поэтому уже туристы, так как у нас ценовая политика намного меньше, чем по всем районам города, они стараются останавливаться на зимний период у нас в пансионатах, в частном секторе. И просто-напросто на железнодорожном транспорте выезжать на Красную Поляну, в Олимпийский парк и так далее, на все эти мероприятия. И нас-то радует. То есть, несмотря на то, что Лазаревский район отдаленный, район от центра, ну, жизнью, мы все живем общие. Я вам скажу, что мы уже не считаем, что мы отдалены. В связи с транспортной логистикой, оно, так сказать, все это дело регулируется. Лазаревцы спокойно садятся на электричку буквально 20-30-40 минут, они в любом месте города Сочи. Сергей Николаевич, спасибо большое за то, что пришли к нам в студию. Хочется пожелать удачного зимнего сезона, ну и, конечно, удачи на российском инвестиционном форуме. Будем ждать инвесторов. Спасибо большое. Я напомню, что гостем нашей программы сегодня был глава Лазаревского района города Сочи Сергей Бражников. Спасибо огромное. Ну, вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. Ну, а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. До встречи в субтитрах.